Всем привет! Это канал Сэймэй, культ фигурного катания, и я рада вас видеть на своем канале. Сегодня я взяла тему, которая немножко подораживалась на этой неделе, и связана она нашей первой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании с Аделиной Сотниковой. Недавно произошла ситуация, что на одном из интервью Аделина якобы сказала о положительном допинге-тесте на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Поэтому давайте-ка посмотрим, что же там действительно произошло, что это за интервью, почему именно сейчас все это всплыло, и какие будут последствия. Ну а сейчас будет новое превью, пожалуйста, посмотрите, и в самом конце тоже новенькая, свеженькая сиюзура Ханюс, моим любимым и вами тоже. Поэтому обязательно зацените. Итак, что же произошло с Аделиной Сотниковой? На самом деле интервью-то было достаточно старым, и еще три месяца назад Аделина пришла в гости к известной блогерше, ведущей Татарки ФМ. Я, кстати говоря, смотрела это интервью, и Аделина мне даже понравилась. Ничего в этом интервью я не увидела странного, предвзятого, что-то такого, знаете, на грани ААХА, вы этого не знали, я не увидела. То есть интервью прошло, все нормально, все хорошо, но почему-то именно на этой неделе якобы Татарка ФМ опубликовала кусочек из этого интервью, где Аделина говорила, что во время Олимпиады в Сочи в 2014 году у нее сначала в первой пробирке обнаружили положительный допинг-тест, потом пришлось в судебном порядке открывать вторую пробирку, и там уже было все чисто. Поэтому никаких претензий, как спортсменки, к ней все-таки не имелось. И вот эта вся история, конечно же, замутила водоворот интриг, слухов, расследований именно сейчас. Потому что сразу же всем позвонили, и, как всегда, никто не в курсе. Татьяна Тарасова сказала, не-не-не, я не знаю товарища, о чем говорит Аделина. Тренер Аделина Сотникова Елена Буянова вообще сказал, что это какой-то полный бред, и мы сидим и думаем, так господа, что же там с вами-то происходило в 2014 году? На самом деле история с допингом оказалась реально старой, потому что спустя три года после Олимпиады, в 2017 году, как раз-таки публиковали расследование насчет вот этих всяких пробирок. И в действительности, по судебному порядку, во второй пробирке все было чисто, хорошо и как бы без вопросов. Почему сейчас вся эта история, она немножко нагнетает атмосферу? Например, в Южной Корее уже отреагировали на это интервью Сотниковой и сказали, что аха, россиянка украла золотую медаль у известной королевы фигурного катания Юна Ким. Здесь хочется сказать, что корейцы, успокойтесь, Юна шикарна в любом случае, и если уж говорить про кражи Олимпийских золотых медалей, то давайте вспомним Ирину Слуцкую в 2002 году и Евгению Плющенко в 2010 году. Вот там так украли, так украли, а здесь все-таки немножко другая была история. На самом деле, мне кажется, что сейчас любое упоминание допинга в российском спорте, это, конечно же, минус для нашей репутации, потому что у нас до сих пор висит дело Камилы Валиевой, и мы желаем просто успешного развития ситуации, потому что Камила ни в чем не виновата, и я в этом полностью уверена. И я на самом деле удивлена, потому что нету до сих пор реакции американцев и нацов на Делину Сотнику, потому что они любят сразу же со всех углов кричать, ага, мы все знали, вот они там какие-то лекарства принимают россияне, поэтому у них какие-то успехи, победы и прочее. Может быть, реакция будет, а может, не будет. А Делине, конечно, надо быть аккуратным с тем, что она говорит, да, в принципе, любому спортсмену, да, потому что зацепиться-то ложе на самом деле. А Татарке Фэн, конечно, мне не очень понравилась эта ситуация, что она сначала опубликовала, заутила воду, а потом она этот кусочек интервью удалила. То есть это, наверное, не совсем профессиональность ее стороны, в целом нагнетать атмосферу без того угнетенную-нагнетенную. И мне еще не понравилось, что многие в комментариях начали просто издеваться на Таделине, писать, какая же ты глупая, зачем ты говоришь про допинг, ага, мы все знали в 2014 году, это была нечестная твоя победа и так далее, и так далее. И я вот это все читаю и думаю, господа, господа, что вы начинаете новую травлю? Аделина в 2014 году вот завоевала первое место, мы сейчас об этом тоже поговорим. Я не думаю, что сейчас она придумывает вот эту всю допинг-историю, чтобы привлечь к себе внимание, а в комментариях про это писали. Но это вообще какая-то глупость несусветная. Ей не нужно привлекать внимание таким образом, она как бы и так титулованная спортсменка. То, что она там как-то странно говорит, какие-то странные путанные у нее сведения, ну, я думаю, что на самом деле ей врать незачем. Ей было 17 лет на Олимпиаде в Сочи, и, возможно, были какие-то лекарства, которые не разрешены были, но потом ведь чистая пробирка оказалась. Так что какие-какие вопросы могут быть к Аделине? Теперь давайте поговорим на то, что украла она победу Юна Ким, или же не украла победу. Я большая поклонница Юна Ким. Я болела за нее на Олимпиаде в Сочи. Вот надо сказать, что Юна, ведь она уже олимпийская чемпионка Ванкувера 2010 года, а тогда я за нее не болела, а болела за японку Мао Асада. Но в 2014 году Юна явно шла фавориткой, но у нее была соперница, скажем, именно в сезоне 13-14, это Юлия Лепницкая, которую, я думаю, вы все помните, любите и прочее. Аделина фавориткой не была. Она начала выступать во взрослых соревнованиях 2013 года. Тогда она на чемпионате Европы была второй после Каролины Костнер, а вот на чемпионате мира она была девятой, у нее не получилось. Но она дебютанка, сами понимаете, у нас Илья Малинин тоже на дебютном чемпионате мира был в девятом. Так что это все хорошо и прекрасно. А в 2014 году на чемпионате Европы она стала тоже второй, опять второй после Юлии Лепницкой. И вот к Олимпиаде, она как-то, знаете, у нее как будто второе дыхание, что ли, открылось. Я когда вспоминала вообще мои впечатления, воспоминания об Олимпиаде в Сочи, я думала, что Аделину я вообще никак не запомнила. То есть я тогда ужасно обиделась на Аделину, я прям думала, ах, Юну, вы потопили, потому что домашняя Олимпиада, нужно было это золото. То есть я мыслила крайне стереотипно и вот прям мне очень стыдно за те мои эмоции. И вот я решила пересмотреть прокаты Аделины и прокаты Юна Ким и понять, почему первое место, почему второе место. Начну с Аделины. У нее короткая программа на Олимпиаде была под Кармен. Казалось бы, уже изжитая музыка в мире фигурного катания, причем эта музыка была не самой лучшей аранжировки. Про платье, мне кажется, что это было очень страмотно и примитивно, одеть ее в красное платье, типичное для Кармен. Какая-то была эта бескусовщина, ну как-то так. Но знаете, это мое субъективное мнение, кому-то может вообще понравилось. То есть кто я такая, чтобы вот там вот прям какие-то экспертные суждения выдавать. Но как только началась эта музыка, узнаваемая с первых нот, Аделина прям, знаете, она зажиглась на льду. Она так эмоционально каталась для своих 17 лет. Она на такой бешеной скорости выдавала прыжки, каскады тройные, двойной аксель. И такое было прям живенькое настроение, я прям получила кайф, когда смотрела вот недавно. Произвольная программа мне тоже очень понравилась. Она катала патрон, да, версия скрипки. На ней уже было интересное серое платье с какими-то узорами. И Аделина здесь тоже, вот знаете, прям чувствует она музыку. Прыжки феноменальные, но единственный, конечно, был каскад, к которому все придрались, кого милей. Честно, не помню, что это было за каскад, но последний тройной прыжок, не тройной, а двойной прыжок, прицепленный к каскаду, там Аделина встала, по-моему, на две ноги. И это была, в принципе, такая ошибка. Во всем остальном было очень душевно. Мне очень понравилась спираль Аделины, где она вот ножку вытягивает и еще зрителям маршет. Вы понимаете, что эти программы две, они были прям в контексте соревнований. Да, это домашние олимпиады, конечно же, все болели за россиян, безумная была поддержка. И Аделина, она смогла за несколько минут завоевать любовь к публике. То есть до этого все говорили о Юле Лепницкой, которая шикарнейшим образом выступила на командных соревнованиях. Но сейчас на личных Аделина смогла затмить, и это невероятно круто. Если мы берем Юна Ким, ее короткая программа, ребят, я вот ее посмотрела, и у меня были слезы в глазах, у меня были мурашки, насколько это красивейшая работа. Это, конечно, не сравнимо с Аделиной. Аделина девочка, Юна уже титулованная спортсменка, Юна, у которой слава по всему миру, Юна, который трудоголик до потери пульса, и она так эту программу преподнесла короткую. Я не знаю, что это за музыка, но это было просто великолепно. И поэтому все очень логически, что после короткой программы Юна занимала первое место, а Аделина все-таки занимала второе место. Но вот в произвольной программе, знаете, произволка решает многое. Вот это тоже надо понять. Это Олимпийские игры. Здесь может поменяться все за долю секунды, и никто не будет смотреть, титулованный ты спортсмен, не титулованный спортсмен. И у Юна было что-то наподобие танго. И мне показалось, опять же, это мое субъективное мнение, что это ей не совсем подходит. У нее потрясающие прыжки, у нее потрясающая техника, у нее чистейшие просто изысканные линии, хореография, уровень бог. Но, кстати говоря, один прыжок мне не очень понравился. Это был какой-то каскад, где она, по моему мнению, не докрутила второй прыжок. Поэтому здесь, в принципе, знаете, при внимательном-то рассмотрении, где-то что-то, какие-то детали они уловили. Или вроде эмоционально катала Юла, вроде все хорошо, но вот мне эта программа не зашла. И я думаю, что в тот момент она не зашла многим. Нет, ей аплодировали, ее тоже приветствовали, ей восхищались. Но, по сути дела, все с таким нетерпением ждали оценки Юны, потому что кто первый? Она или же все-таки россиянка? И в итоге, в итоге Аделина первая. Если даже посмотреть на баллы. После произвольной программы, если я сейчас не ошибаюсь, Аделина набирала аж 149 баллов, А Юну 144, где-то около того. То есть где-то 4-5 баллов у них был разрыв. То есть это не полбала, это не балл, где вот прям впритык и обидно. Это нормальная такая разница. Но в чем конкретно, конечно же, здесь надо смотреть техническую составляющую. Обидно за Юну? Тогда, что в самом году, да. Сейчас, когда я посмотрела, я подумала, ну что ж поделать? Это Олимпийские игры. Вот именно в этот момент Аделине получилось настроение уловить. Мне кажется, что ей заслуженно дали золотую медаль. Знаете, это та же ситуация, что Тара Липинский выигрывала Олимпийские игры в 15 лет. То, что Сара Хьюлс в 2002-м, бац, как бы тоже выиграла, хотя никто на нее ставку не делал. Все делали ставку на Мишель Кван. Здесь то же самое. Вот именно в этот день, да, в этот год у Аделина получилось наиболее ярче, интереснее передать свою программу, нежели чем июня. Хотя у июны просто какая-то волшебная короткая программа, и я советую вам обязательно ее посмотреть. Ну, вот такие у меня ощущения после просмотра Олимпийских игр 2014 года. Я не верю все-таки в какие-то положительные допинг-тесты у Аделины. Да, я смотрела ее прокаты в 2015 году, спустя год после Олимпиады. Причем я смотрела гран-при Ростлико, и она катала произвольную под песню «Жасвимоля». И вот этот прокат, он такой, знаете, был за болью, у нее ничего не получалось, у нее прыжки были очень тяжелые, если сравнивать с Олимпиадой в Сочи. Она падала, она цеплялась зубцами, но она так эмоционально передавала музыку, что я почему-то Аделине не верю. Потому что, знаете, 2014 год, Олимпиада, это такая бешеная популярность все-таки была у нее, у Юлии Лепницкой. И мне кажется, в какой-то степени девчонок сломали. Физически фигурное катание – это сложный вид спорта, как, в принципе, и любой. Ну, и морально их добивали, тем более они были еще в таком очень нежном возрасте, поэтому, возможно, в дальнейшем у них и не получилось. Но 2014 год – это был, безусловно, яркий год Аделины Сотниковой. Я хочу сказать большое спасибо ей за такие классные прокаты. Вот я прям, знаете, вот я поностальгировала, я получила классные эмоции. Мне было так тепло и хорошо, и мне было очень, знаете, как-то такая гордость охватила за российское фигурное катание, что девчонки, вот получается, что где-то с 2013 года, наверное, да, российское женское одиночное катание пошло вверх. В том числе благодаря Юлии Лепницкой, Аделине Сотниковой, потом Женщика Медведева, Алине Загитова, Ане Щербакова, Александра Трусова, Камиле Валиевой и много-много других наших прекрасных звездочек. Конечно, сейчас ситуация очень сложная, что наших не допускает до международных соревнований. Но я верю, что, во-первых, допинг-тест Камилы Валиевой все-таки ситуация разрешится в ее пользу, что мировое сообщество все-таки понесет какую-то ответственность за травлю маленькой девочки. Ну а мы когда-нибудь все-таки выступим и покажем миру, что наши спортсмены достойны выступать на самом высоком уровне и показывать какие-то новые мировые рекорды, чрезвычные прыжки. Кстати говоря, я сравнила результаты Каори Сакамото, нынешней действующей чемпионки мира, вот на чемпионате 2023 года у нее за произволку, по-моему, было тоже где-то 149 баллов. То есть представьте, Юла Ким, Аделина Сотникова получали 9 лет назад такие же баллы, и Каори сейчас получает так же. Я обожаю Каори, люблю ее безумно, она такой светлый лучик, которая достаточно позитивно относится к российским девчонкам-спортсменкам, но все-таки без наших, без наших уровень как-то немножко, ну как сказать, застойно, да, состояние находится как будто бы женская одиночка, хотя там своих тоже артистов-спортсменов хватает. Но ждем, ждем, когда все благополучно разрешится. Обязательно делитесь в комментариях, что вы думаете по поводу интервью Аделины Сотниковой, что вы думаете по поводу ее победы в Сочи в 2014 году, что вы скажете про Юна Ким. Всегда рада тому, как вы откликаетесь и проводите обратную связь. Ну а я с вами прощаюсь, до новых видео. Всем пока-пока.